Пусть вас не удивляет, что я человек, рожденный в Одессе и проживший всю свою сознательную жизнь в Москве и Петербурге, буду говорить об Узбекистане. Я буду говорить об Узбекистане именно потому, что благодаря этой стране я рожден в Одессе и огромную часть своей жизни прожил в Москве и в Петербурге. Дело в том, что моя мама, когда была совсем маленькой, во время войны из Сталинграда была эвакуирована с семьей в Ташкент. Большая семья, эшелом был разбомблен по дороге, все потерялись, а нашлись потом, через несколько месяцев в Ташкенте. Каждый из этой семьи был пригрет узбекской семьей. Моя мама попала в семью к узбекскому учителю, у которого было семеро детей. Когда вся семья моей мамы объединилась, пришло время идти в школу, это был 43-й год. Этот узбекский учитель из единственной скатерти, которая была на столе, сшил маме сумку, а его жена из единственной приличной занавески сшила ей такой белый передник. Они все спали на полу, а семья моей мамы спала на единственной кровати. И убедить этих людей в том, что должно быть иначе, было абсолютно невозможно. Никогда никто не напомнил ей о каком-то ее моральном долге. Он существует внутри нашей семьи по определению. Это уникальный, древний, очень мудрый, великий народ. И очень скромный. Поэтому, пожалуйста, поверьте, что когда узбеки здороваются и делают вот так, это неформальный жест. Это значит, по сути, к вам так относятся. А сегодня я хочу сделать Узбекистану ответный жест такой же. Спасибо. Спасибо.